сегодня купила устриц это устрицы ойстерс называется и вот хочу показать вам как их открывают и как их вообще едят и готовят я уже их помыла под проточной водой и сейчас покажу вам этот процесс вот смотрите друзья для этого мне нужен ножик вот такой не очень длинный узкий и я нахожу здесь зазор чтобы просунуть лезвие ножика этого аккуратненько чтобы себя не поранить нужно ее открыть для первого раза достаточно сложно будем делать вот открываем вот такая вот здесь дракушечка пахнет вкусно здесь немножко я раскрошила край надо убрать и теперь мы аккуратненько ножом ее вот так вот подрезаем здесь есть такая ножка у нее чтобы легко вынималась и вот с этой стороны тоже то что здесь осталось прилипло все это собираем сюда вот так кладем на красивую тарелочку повернула поближе вам чтобы было видно следующую точно так же вот мы здесь у нее основание а здесь у нее конец вот мы здесь с конца аккуратненько поддевая ножом не спеша мы ее открываем эту кустрицу ойстерс довольно сложно о какая твердая живая открываться не хочет вот так вот открыли опять опять мы здесь подрезаем все аккуратно убираем лишнее если попали накрошились ракушечки вот вторая красавица вот так ну и наверное третью я еще открою такую большую знаете когда уже занимаются этим много и долго тут то открывается очень легко я я видела как то все так умело получается у людей ну вот сама вот решила впервые для себя купить и открыть этих ойстерс вот так покажу вам весь процесс вот она третья ракушечка тоже видите вот так вот мы ее подрезаем здесь аккуратно эту ножку чтобы его сразу легко можно было послушать и вот здесь вот тоже остатки сюда ну я думаю что мне на сегодня трех будет достаточно трех ракушечек нам вполне достаточно даже покажу вам поближе как они выглядят видите теперь на любителя можно черным перцем немножечко добавить молотого ну и самое главное мы берем лимон и мы поливаем эти ракушечки соком лимона это уже обычно всегда так делают вы знаете наверное да вот так они получаются очень вкусные аккуратно чтобы ничего не разлилось у нас вот я показываю вам поближе друзья как это выглядит побольше еще немножко лимона и еще немного больше добавила вот молотого черного перца вы знаете кто-то не любит перец а мне он самую тему шикарно ну и обычно эти ойстры конечно с шампанским пьют но я вот нашла вот такой вот спарклин спарклин уайт ламбрини ламбрини итальянская и сейчас мы его попробуем все сырыми сырыми руками и сразу не открыть вот так берем вино и друзья всем приятного аппетита вообще очень вкусно но скажу я вам знаете несмотря на то что это вольный белок это очень полезная пища но она конечно на любителя ответе ваше здоровье ну и для тех кто смотрит мои видео постоянно хочу рассказать вам и показать опять вот этого крабика где его нашла и как я его нашла вы знаете это была целая история крабик огромный судьба его незавидная потому что конечно же он был сварен приготовлен очень вкусно и уже давно съеден а вот где и как я его нашла я сейчас вам подробно покажу немного не мало но я прошла здесь уже три километра по берегу вот такой длинный путь сейчас здесь отлив и довольно легко там пройти за поворот я постараюсь пройти вам показать и вот именно здесь среди этих камней обратите внимание здесь сложно очень вообще ходить пробираться очень сложно что-то найти посмотрите я показываю вам несмотря на то что здесь такая прозрачная вода очень красиво даже здесь бликуют посмотрите неоном эти красивейшие водоросли вот здесь среди этих камней и ойстерс можно найти и огромных крабов ойстерс можно найти и огромных крабов Продолжение следует...